Сотрудники фонда по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства Нинецкого округа вернулись из командировки по селам. Они познакомили жителей Нижней Печорья с программами, которые действуют в регионе для предпринимателей малого и среднего бизнеса. Готовы ли сельские жители открывать собственное дело, мы узнали у директора фонда Алексея Попова. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите об итогах вашей поездки. В ходе трехдневного рейса, рейда, мы посетили шесть поселков. Это Тельвиска, Оксина, Великовисочная, Лабожская, а также Андик и Нельминоз. Целью поездки являлось познакомиться с предпринимателями на селе, а также рассказать о мерах государственной поддержки, которая реализуется в Нинецком округе. Также одной из целей это было собрать проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, ведущие свой бизнес на селе. Среди сложностей, с которыми сталкиваются предприниматели на селе, я хочу с этого как раз начать, это в первую очередь малая активность населения. То есть мало из предпринимателей было, кто посетил наши семинары, а также немного есть предприниматели, которые хотят открыть свой бизнес. В основном предпринимательство на селе представлено в сфере торговли, а в сфере услуг немного предпринимателей. Также малая активность еще выражается в том, что предпринимателям сложно найти себе работников, допустим, себе в магазин. Есть такая сложность, кадровый, так сказать, голод. Одной из проблем также являются это высокие транспортные издержки на доставку грузов. То есть до Наринмара далеко дорого довезти какой-то груз, а чтобы доставить этот груз в поселок, стоимость его увеличивается еще в два раза. То есть надо прорабатывать вот эти вот моменты по возмещению затрат на транспорт. То есть работать с тем, чтобы предпринимателям облегчить в этом плане их деятельность. Также одна из проблем — это отсутствие стабильного сбыта продукции. То есть сельскохозяйственной продукции рыбы, мяса, дикоросов, ремесел, продукции народных ремесел и так далее. То есть надо вот эти вот проблемы были выявлены, это основные, над которыми надо нам как-то планово работать. На наши семинары пришло не так много предпринимателей, но те, кто пришли, они получили консультации по тому, как открыть свое дело и вести его, и как поучаствовать в мерах поддержки, то есть финансовой поддержки. А вот эти вот предприниматели, которые к вам обращались, они какой хотят бизнес открыть? Опять же, связанный с торговлей? Были предприниматели, которые хотят открыть бизнес в сфере транспортных услуг, потому что это актуальная сфера для сел. Также были уже действующие предприниматели, которые работают в сфере торговли. Также есть один предприниматель в селе Великовисочном, который хочет открыть, построить теплицу, чтобы выращивать овощи для реализации в своем поселке. А будете ли вы ездить в другие поселки? Да, конечно, мы планируем посетить более удаленные части нашего округа путем авиасообщения, то есть Амдерма, Каратайка, НИС, Нижняя Пеша. Планируем много куда еще съездить. Это в ближайшее будущее тоже прорабатываем программу. Спасибо, Алексей. Спасибо. С нами был директор фонда по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства Ниньско-автономного округа Алексей Попов.